Каспийское море Кашаган сильно ограничивают возможности судоходства. Так, за 2020 год судоходное сообщение между искусственными островами компании было заблокировано на протяжении 155 дней. Эта проблема не только создает серьезные сложности для осуществления непрерывных производственных процессов на четырех добывающих нефть островах и обеспечения жизнедеятельности на морских объектах, но и блокирует единственный возможный способ эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций. Именно этим была обусловлена необходимость проведения дноуглубительных работ на особо мелких участках вдоль существующих маршрутов доступа судов к объектам морского комплекса NCOC. Проведение дноуглубительных работ обеспечит возможность эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций, доставку крупногабаритных грузов для поддержания производственной деятельности и проведения капитального ремонта в 2022 году. Проект предполагает осуществление дноуглубления на прямом подходном участке к островам NCOC протяженностью в 32 километра и между островами 24 километра. Воздействие от планируемых работ будет произведено на площади в 29 квадратных километров. Это всего 0,36% от площади Северного Каспия. Судоходный маршрут NCOC пролегает от базы Баутина, главной базы логистической поддержки месторождения Кашаган, расположенной в Мангистаусской области. Отсюда отправляются корабли, обеспечивающие производственную деятельность морского комплекса компании. Из порта корабли проходят по областям глубокой воды в районе Каспийской Сегловины и Уральской Бороздины. Критически низкий уровень моря на пути судов начинается уже в непосредственной близости от искусственных островов NCOC, где и будут проходить дноуглубительные работы. В 2019-2020 годах компания провела экологические исследования по всему участку планируемых работ. Они включали изучение всех компонентов окружающей среды, в том числе кормовой базы и путей миграции рыб. В частности, была изучена ситуация с зообентосом. По мнению экспертов, воздействие на него дноуглубительных работ будет локальным и обратимым. Суровые условия Северного Каспия, создающие большую турбулентность и повышенную мутность на мелководье, сделали местных гидробионтов максимально адаптивными. Потому полное восстановление кормовой базы рыб в зоне работ займет от одного года до трех лет. Участок моря, выделенный для дноуглубительных работ, расположен вне зон нереста и миграции осетровых рыб и не затрагивает рыболовных районов, областей миграции и гнездования птиц, концентрации и щенки тюленей. Он расположен за пределами государственного резервата Акжаик. Дноуглубления и подводные отвалы не станут преградой на пути движения рыб. Благодаря проектному решению рыбы смогут обходить их и сверху, и сбоку. Расстояние от верха подводных отвалов до поверхности моря составит 2 метра. Сами отвалы будут располагаться в шахматном порядке на расстоянии до 2 километров друг от друга. Учитывая все варианты, риски, мнения экспертов-ихтеологов и передовой международный опыт, было принято решение отсыпать грунт в пределах 540 метров от центральной линии дноуглубительных работ. Во время расположения отвалов будет использован передовой метод – технология cooking pot, так называемый принцип котелка. Этот метод представляет собой меры по смягчению воздействия на смесь воды и донных отложений. Он эффективно снижает разброс мелких частиц во время размещения грунта, создавая таким образом плотный поток. Изъятая в процессе работ смесь донного грунта воды и воздуха, так называемая пульпа, поступает в котелок. Здесь пульпа избавляется от воздуха, который в виде пузырьков поднимается вверх и выделяется в атмосферу. Этот процесс приводит к повышению плотности смеси воды и донных отложений, за счет чего пульпа становится гуще, тяжелее и спадает на дно, образуя компактный отвал. Технология служит значительному снижению мутности в процессе работ, которая стабильно достигает 90% в зависимости от изменения ветра и течения. Проект разработан в соответствии со всеми требованиями строительных норм, экологического кодекса и закона об особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан. В ходе проведения работ компании будут осуществляться обязательный производственный экологический мониторинг и дополнительные исследования качества морской воды и состояния биоты в районе дноуглубления и размещения перемещаемого грунта, а также специальный мониторинг мутности и других параметров качества морской воды и состояния биоты. НСОСИ будет продолжать наблюдения за птицами и тюленями для минимизации воздействия на них. Также будет проводиться соответствующий экологический контроль и мониторинг воздействия согласно требованиям экологического законодательства Республики Казахстан. Республики Казахстан